День за днём Все мы прекрасно знаем, как для каждого человека важно социальное его пространство 21 апреля прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Совместно с представителями организации и структур глава Десногорска Андрей Шубин обсудил эпидемическую ситуацию в городе. Подробности далее Влияние непростой эпидемической ситуации заметно и в стенах городской администрации В этот раз заседание прошло в онлайн формате Все для соблюдения мер безопасности Начинаем наше очередное плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации За всё время особого положения в Десногорске обследовано 1143 человека Под наблюдением находятся 488 граждан Коронавирус подтверждён у 8 человек Это данные на вторник, 21 апреля У нас есть все оснащения, которые необходимы для того, чтобы помочь на первом и следующих этапах больных с коронавирусом Оснащённость медсанчасти – результат взаимодействия администрации города и концерна «Росэнергоатом» Госкорпорация продолжает оказывать поддержку городу, особенно в этот сложный период Процедурные вопросы завершатся на этой неделе Дальше закупка и пойдёт непосредственно оборудование и средства защиты в нашей медсанчасти С 4 апреля особые меры введены на въезд в Десногорск В этот период в город могут попасть только местные жители, работники предприятий и тех, у кого есть веская причина на посещение города-атомщиков В самом городе, несмотря на общеобластную и общемировую пандемию, жизнь у некоторых входит в привычное русло Профилактическая работа проводится как с прогуливающимися горожанами, так и с некоторыми магазинами, работающими несмотря на предписания о запрете У нас есть дисциплинированные предприниматели, а есть предприниматели, которые несмотря ни на что открывают свои магазины Иначе работают городские организации Так школы проводят уроки дистанционно Несмотря на возможность организации дежурных групп, таких заявок от родителей не поступало В детских садах во всех работают дежурные группы Количество групп на сегодняшний день 8 И сегодня у нас было 42 ребенка Функционирование учреждений культуры и спорта для горожан все так же приостановлено до особого распоряжения Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Городские учреждения культуры закрыты до особого распоряжения Среди них и городская библиотека Но книги вам готовы доставить домой Достаточно просто позвонить Сегодня темой своего разговора хочу посвятить по адаптации учреждений культуры и спорта И дополнительного образования в сфере культуры в условиях пандемии Все мы прекрасно знаем, как для каждого человека важно социальное его пространство Как мы все с вами привыкли ходить в магазин, ходить на концерт, приходить в библиотеку Ходить заниматься музыкой, рисованием, изучать что-то новое, интересное К сожалению, сегодня в условиях пандемии учреждения культуры закрыты для функционирования с работой с посетителями Но для того, чтобы остаться и сделать лучшее для вас Мы сейчас ведем очень большую работу по трансформации учреждений Что такое трансформация? То есть мы пытаемся сейчас адаптироваться к вам Для того, чтобы не вы приходили к нам, а мы приходили к вам В каждый дом Десногорска, в каждую квартиру Десногорская художественная школа и музыкальная школа Перешли полностью на дистанционное обучение своих воспитанников Каждому ребенку даются уроки и образование, то, которое он должен получить Количество часов Это очень важно, потому что образование не имеет возможности прерываться Или быть как-то ограничено, сжато Библиотека наша, центральная, где мы сегодня с вами находимся Она у нас занялась новыми интересными проектами Сегодня расскажу один из них Это новый проект Он делается совместно с муниципальным волонтерским штабом Называется неформальная библиотека Неформальная библиотека Это один из проектов в условиях условия пандемии коронавируса Что мы хотим сделать? В общем-то это простая идея Совершенно помочь людям, которые устали сидеть дома И перечитали, и пересмотрели все, что только можно Обновить свои книжные пополнения Мы пытаемся сейчас продумать технологию, чтобы предусмотреть все возможные меры предосторожности доставки литературы на дом Вам будет достаточно позвонить дежурному библиотекарю Либо дежурный библиотекарь перезвонит и уточнит у вас, нужны ли вам книги Какие книги вам нужно сдать и какую дату вы выберете для доставки Книги будут доставлены по вашему адресу Звоните, пожалуйста, дежурному библиотекарю по телефону Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот сорок девять тридцать два пятьдесят Еще раз повторяю Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот сорок девять тридцать два пятьдесят И книги будут доставлены по вашему адресу Звоните, пожалуйста, в рабочее время библиотеки и дежурного библиотекаря С 10 до часу и с 2 до 5.15. Редактор субтитров А.Семкин